Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Тавита. И сегодня мы будем читать 13 главу, в которой содержится песнь Тавита. Это заключительное песнопение, мы можем сравнить с книгой «Исход», 15 глава. Это песнопение состоит из двух частей, первая — это с первого по восьмой стих. Эта часть является благодарственной песнью. Первая — сопроизводящей молитвы гимнов и псалмов царства. То есть мы с этими темами встречались в других библейских книгах. А вторая — обращением к Иерусалиму в стиле пророков. Тавита выражает упование изгнанников на восстановление святого града Иерусалима. Это град Царя Небесного, что во всей славе и великолепии этот город будет восстановлен. Хотя книга Тавита — это такая торжественно-радостная книга, в принципе. Это такая брачная книга в Библии, как и песнь песней, тоже брачная книга в Библии. Но здесь как бы авторы этого повествования, они не забывают о том, что они на Чурбине. А Иерусалимский храм разрушен, как и весь город. И мы читаем. В радости Тавит написал молитву в всех словах «Благословен Бог, вечно живущий, и благословено Царство Его». Он называет Бога вечно живущим, потому что Бог — это и есть жизнь в таком абсолютном понимании. Ибо о Боге в Библии сказано, что мы им живем, движемся и существуем. «Ибо Он наказует и милует, низводит в ад и возводит, и нет никого, кто избежал бы от руки Его». Действительно, Господь наказует нас, Он же милует нас, низводит в ад и возводит. И никто не может избежать от руки Его. «Сыны Израилевы, прославляйте Его предъязычниками, ибо Он рассеял нас между ними». Вот здесь ответ на вопрос, зачем Бог рассеивает своих верных. Например, когда была гражданская война в начале XX века, то Бог рассеял многих русских по странам Европы. «Но Бог это сделал с одной целью, чтобы мы прославляли Его пред другими народами. Там возвещайте величие Его, то есть в изгнании, на чужбине. Превозносите Его перед всем живущим, ибо Он Господь наш и Бог, Отец наш во все веки». То есть в этой жизни и в жизни следующих поколений, как и в жизни предыдущих поколений. «Накажет нас за неправды наши, и опять помилует, и соберет нас из всех народов, где бы вы не были рассеяны между ними. Если вы будете обращаться к Нему всем сердцем вашим и всей душою вашей, чтобы поступать пред Ним поистине, тогда Он обратится к вам и не скроет от вас лица своего». Я часто объясняю, что Бог действует в этом мире как с сокрытием своего лика, так и с открытием своего лика. И если иногда мы чувствуем как бы Богооставленность, это не значит, что это продлится долго. Бог никогда не посылает нам испытания сверх наших сил, а сами испытания Он посылает для того, чтобы усовершенствовать нас, чтобы мы, как золото, огнем очищенное от всяких примесей, вновь высияли. Увидите, что Он сделает с вами. Прославляйте Его всеми глаголами уст ваших и благословляйте Господа правды и превозносите Царя веков. Нам всем есть за что благодарить Бога. «В земле плена моего я прославляю Его и проповедую силу величия Его народу грешников». То есть, находясь в Василийском плену, он там проповедовал о Боге, возглашал чудеса Его, как праутериил обращал язычников. «В земле плена моего я прославлю Его и проповедую силу величия Его народу грешников». То есть, язычников. «Обратитесь, грешники, и делайте правду пред Ним. Кто знает, может быть, Он вас благоволит о вас и окажет вам милость». Это, конечно, в воле Бога, там, простить, не простить, но наше дело – направить молитву людей к Богу. «Превозношу я Бога моего и душа моя небесного Царя и радуються о величии Его». То есть, прежде всего, наша душа ликует. «Пусть все возвещают о Нем и прославляют Его в Иерусалиме». То есть, вернутся туда. «Иерусалим – город святой, он накажет тебя за дела сынов твоих и опять помилует сынов праведных». Тут речь идет о Иерусалиме. «Славь Господу усердно и благословляй царя веков, чтобы снова сооружена была скиния Его в тебе, то есть в Иерусалиме, чтобы скиния, то есть храм был отстроен с радостью, чтобы он, то есть Господь, возвеселил среди тебя, то есть среди Иерусалима, пленных, то есть которые вернутся в него, и возлюбил в тебе несчастных во все роды века». Многие народы издалека придут к имени Господа Бога с дарами в руках, с дарами Царю Небесному, то есть придут в Иерусалим, с дарами Царю Небесному. Здесь вспоминаешь и приход волхвов в Иерусалим, которые потом пошли в Вифлеем, чтобы приветствовать Царя Христа. «Роды родов восхвалят тебя с восклицанием радостным, прокляты все ненавидящие тебя», то есть ненавидящие Иерусалим. Иерусалим, я напоминаю, это образ церкви, это, прежде всего, образ церкви. С христианской точки зрения мы так должны понимать эту молитву. «Прокляты все ненавидящие тебя», то есть ненавидящие церковь, это духовный Иерусалим. «Благословенные будут вовек все любящие тебя», то есть любящие церковь. «Радуйся и веселись о сынах праведных, ибо они соберутся и будут благословлять Господа праведных». Соберутся в церкви, в этом духовном Иерусалиме. «О блаженны любящие тебя! Они возрадуются о мире твоем, блаженны оскорбевшие о всех бедствиях твоих, ибо они возрадуются о тебе, когда увидят всю славу твою, и будут веселиться вечно». То есть прославление Бога, которое начинается в этой временной жизни, оно уже относится к вечным временам. «Да благословляет душа моя Бога, царя Великого». Ибо это царь постоянно, проявляющий заботу о нас. «Ибо Иерусалим отстроен будет из сапфира, из марагды, из дорогих камней». Здесь мы так и видим новый Иерусалим. В описании оно богослова, в апокалипсисе, то есть небесный Иерусалим. «Стены твои, башни, укрепления из чистого золота, и площади иерусалимские высланы будут берилом, анфраксом и камнем из афира, на всех улицах его будет раздаваться Аллилуйя и будут словословить, говоря, благословен Бог, который превознес Иерусалим, этот образ церкви. Благословен Бог, который превознес Иерусалим на все веки». Продолжение следует...